Здравствуйте, мы на канале Луна Охот, меня зовут Ирина Витальевна Стефановская. Мы продолжаем отвечать и смотреть ваши вопросы. И следующий вопрос, который мне передали, это женщина, вот буквально на днях, нам задала такой вопрос, боли вокруг пупа, и она у себя в испражнениях увидела кровь. Что это может быть? Значит, ну первое, естественно, надо, возможно, даже колоноскопию пройти, посмотреть, уточнить, что это такое. Это может быть вызвано нахождением гельминтов в организме. Но вокруг пупа, особенно когда с детьми обращаются, я не знаю человеку сколько лет, где живет, кем работает, чем питается и так далее. То есть это вот болит и болит. Вот у детей, когда вот это болит, и мы сдавали, просили эти анализы сдать им в лабораторию Филины Сергеевны, на компьютере смотрели, это всегда показывает наличие аскориды, как правило. Вот. Это может быть связано именно со аскоридозом. Аскорида может вызывать кровоизлияние, но кровь, она не дает. Кровь может вызвать наличие трихоцефала, то есть волосоглава в организме человека. Но мы помним, что локализация его находится в области аппендикса. Вот. Но все равно там может быть и скрытая кровь, может быть все. Даже острицы могут вызывать кровь в калии. То есть здесь нужно пройти обследование. Наглистый. Мы живем в такое время, когда у нас появилось очень много инфекционистов, да, в связи с ситуацией с коронавирусом. Их оказывается очень много. Возможно, вы найдете лабораторию, которая вас обследует на тот или иной вид паразита. И уже исходя из анализов, кровь даже можно сдать, покажет, что у вас, да. И тогда уже назначается конкретное лечение. Если это острицы, это одно. Если это трихоцефалы, это другое. Даже таблетки разные идут. Если это аскориды, это третьи. Но народная медицина имеет на всех этих паразитов тоже свое мнение. И я вам об этом рассказывала в самом начале, когда мы год назад начинали записывать наши репортажи, так скажем, да. Вот. Так первое, что, конечно, лучше бы, чтобы вы дозвонились до меня. Мы с вами хотя бы переговорили. Потому что здесь поподробнее все надо, не просто так. Вот. Какие вы переносили операции, возможно, у вас были. Вообще, что было? Потому что к листам могут присоединяться еще какие-то инфекции, которые и могут вызывать не очень хорошие ситуации в кишечнике. Вот. Поэтому, чтобы я посоветовала. Если уже кровь есть, конечно, нужно сдать анализы официальные. Вот. Все равно, чтобы у вас хоть что-то было на руках. О чем вообще говорить-то, если ничего больше нет. Вот. Но в дальнейшем, конечно, вот те рецепты, которые я даю, они в любом случае помогают и улучшают состояние организма. И даже восстанавливают какие-то нарушенные связи. Поэтому я думаю, что мы с вами свяжемся. И в дальнейшем, я думаю, что все будет хорошо. Вот. Я хотела по этому вопросу ответить. Дальше задают вопрос. Расскажите про токсокороз. Что это такое? Ну, токсокороз, токсокары – это гельминты собак. Как правило, еще встречается у енотов. Токсокара – это гельминт, который похож на человеческую аскориду. Но если человеческая аскорида, она такая вот ровненькая, можно сказать, как трубочка, да, то у токсокары, вот она, да, вот, и у нее вот как брыльки вот такие на голове. Вот такие брыльки. Вот чем отличается собачья аскорида от человеческой аскорида. В человеческом организме они не заканчивают свой, это тупик для токсокары, да, вот. Вот, и поэтому, как правило, она не развивается в такую полувозрелую особь, а мигрирует в организме человека и личинки. Личинки мигрируют так же, как мигрирует человеческая аскорида. То есть, попадая вот это инвизионное там яйцо с пищей там или с водой, может быть, или люди, которые работают с землей и находятся яйца, вот таксокар, уже там с личинкой, да, она будет развиваться таким же путем, как и личинка аскорида. То есть, попадая в брюшную полость, она там освобождается от оболочки, да, и начинает мигрировать через воротную вену печени, там, потом идет в дыхательные пути. И вот этой личинке нужен кислород. Ну, я не буду долго объяснять вот этот процесс ее миграции, да, но я только скажу одно, что она, она так же проникает, может, проникает в легкие бронхиолы, в альвеолы, где она питается именно кислородом, подрастает, линяет. И у человека могут быть какие признаки? Может быть, кашель, может быть, температура, может быть, бронхит, возможно, астматические какие-то явления. Но больше всего таксокара, личинки, поражают глаза у людей. И вот иногда вплоть до слепоты. Поэтому какие меры предосторожности здесь? Руки с мылом мыть обязательно. Пища, которую мы приносим с рынка, если вы в городе живете, если вы живете за городом, то вся зелень должна быть ошпарена на самом деле. Ой, мы с грядочки-то любим все. Или вымачивать, как я вам говорила. То есть вот мы собрали зелень, взяли миску с водой. Пусть хотя бы час постоит, немножко соли добавьте, чтобы если там на этой зелени, мы же не видим, мы только можем в микроскоп увидеть, есть там яйца вот эти вот, или их нет. То есть кто подвержен больше всего заражению таксокарозом? Это, во-первых, дети, которые сидят у нас в песочницах, если это большие города. И если туда заходят собачки, они любят туда песочек сходить, да? Вот можно заразиться песочницей ребенку. А взрослому человеку это в основном подвержены кто? Те, кто соприкасаются с землей. Это садоводы и огородники, вот, дачники. Вот нам сейчас 7,65+. Езжайте на дачу, сидите на даче, да? Никуда не вылезайте. Дети вас заразят. А то, что пожилые люди еще и гельминтозами болеют, ну, об этом, наверное, говорить и не стоит даже. Их просто не существует. Раз об этом не говорят, значит, их просто нет. Но у людей почему-то слепота, почему-то резко падает зрение. Они могут попадать, да, и в дыхательные пути и так далее. То есть вот это все, как бы только у нас сейчас одно название. Вот. Поэтому будьте аккуратны, будьте осторожны. Собаки в доме тоже это непросто. Они могут на лапках принести домой. Особенно подвержены этому большие города, где скучность народу. Вы сами понимаете, да? В каждом доме там не по одной собачке. Все едут в лифте. Ну, если высокие этажи и так далее. Вот. Через лифт очень многие не только могут вирусами заражаться, но и приносить в дом яйца паразита. Поэтому обувь даже надо мыть. Вот сейчас говорят, там мыть и обувь. Верхнюю одежду там надо как-то дезинфицировать. Это на самом деле относится к паразитарным заболеваниям. Я так думаю, что мы больше лечим, наверное, паразитарные заболевания, чем вирусные. Может быть, это тоже правильно. Может, все в одном теперь. Да и ладно. Вот. Но у нас есть тоже методы, которые не разрушают печень. И к этому относятся наши советы, которые мы даем. И вы почитайте, если у вас есть время. Я думаю, каждый человек там может для себя что-то найти. Сохраняем бдительность. Не едим сырые овощи и фрукты. Обязательно, особенно вот шероховатые такие ягоды, как клубника, ежевика, малина. Это все нужно по большому счету обдавать кипятком. А мы все хотим... Ой, мы свеженькие из грядки. Вот свеженькие из грядки. Кто начинает есть там в июне, в июле, к сентябрю все вот это дело вырастает в нашем организме. И мы уже боремся совершенно с другими заболеваниями. С бронхитами. Ой, мы простудились. А то, что миграция идет вот этих личинок, об этом никто уже и не знает. Но правильно, наверное, делают, что берут мазки сейчас. Потому что в мазках тоже могут находиться личинки. Но я не знаю, на что проверяют сейчас вот эти тесты, что они показывают. Но на самом деле брали раньше мазки из носоглотки и так далее. Потому что они вот именно вот так и мигрируют, попадая к нам в рот. Потом мы спичи опять закладываем и так далее. Вот. Но на эту тему можно много рассуждать. Я думаю, мы еще будем об этом говорить. Но самое главное, вот если подвести итог. Значит, сырую зелень есть нельзя сейчас. Если вы не хотите попасть в группу риска и у вас ОРВИ вам поставят или грипп вам поставят. Потому что все проходит по одному сценарию, грубо говоря. Кашель, одышка может быть, температура может быть, насморки, риниды вот эти вот. Это все может быть связано даже с заражением вот этими личинками мигрирующими. Если, допустим, аскорида, она мигрирует там 3 недели. Вот как говорят. Вот грипп, лечи, не лечи. Если ты лечишь там 2 недели, если не лечишь 2 недели. Миграция проходит до 15 дней. Вот вам 2 недели. Вот вам эти 2 недели. Вот. И что в этот момент может помочь? Антибиотики на них не действуют. Это аскорида 2 недели. А тексакара, она еще больше. То есть она может... Вот она порамигрировала, потом опять может быть вспышка. И так до нескольких раз. И в течение нескольких лет это может наблюдаться. Поэтому здесь нужно что? Во-первых, горячее тепло. Питье. Питье горячее. Вот здесь идет и имбирный чай. И хрен идет, чтобы слизь вот эта не скапливалась, выходила. И компоты. И очень хорошо идут апельсины. Вот не зря же апельсины приносятся больным. Вот мы даже фильмы посмотрим, да. Приносятся вот тебе апельсинчики. А реально эти апельсинчики, они даже круче имбиря. На самом деле. И сок апельсиновый хорошо. И сами вот... Сам апельсин есть очень хорошо. Поэтому, если вы болеете, всегда держите у себя апельсины, лимоны. Вот все, что надо. Клюква. Это все идет на личинки. На личинки паразитов, которые могут погибать. И выйти так как и можно. Только через потение. Так что с вами была Ирина Витальевна. Стасановская. Питерапевт. И мы на канале «Ум на ход». Думайте своей головой. Анализируйте все. Фильтруйте информацию. И я думаю, что у нас все получится. До скорой встречи. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»!